Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. При любой ссоре, где я чем-то недовольный, муж говорит одну и ту же фразу, найди лучшее, или как тебе не повезло с мужем, найди себе другого. Почему так не происходит? Почему так происходит? Интимной жизни нет. Два месяца, он болеет, спина болеет, и когда и бывает, проводит очень быстро, никакой романтики, ничего. Разговоров ноль, по душам живем как с соседями. Ну, здесь, как вам и сказал мой коллега, ключевых историй две. Первая это ссоры, ссоры, и здесь можно порекомендовать для изучения психологическую игру скандал. Она есть в интернете, и вы можете ее поисследовать, и я думаю, будет как-то более понятно, о чем идет речь. От себя скажу, что ссоры возникают, когда у людей действительно нет близости, есть проблемы с личными границами, то есть с разграничением ответственности, где я, а где ты, за что я отвечаю, за что отвечаешь ты. Вот. И все равно возникает, когда люди не выражают себя, не выражают свои чувства, да, и так далее. Дальше, вы говорите, я чем-нибудь недовольна, чем-то недовольна. Как получается, что вы недовольны? Всегда ли так было, что вы недовольны? Были чем-то. Или это началось после какого-то периода вашей жизни совместно? Как вы выражаете свое недовольство? Это тоже такой очень важный вопрос, потому что недовольство можно выражать разными способами, разными путями. И не всегда люди понимают, как обращаться к недовольству и так далее. Вот. Собственно, есть такое чувство, что когда вы недовольны, то вы просто предъявляете претензии своему мужу. Но берете ли вы ответственность за то, что делаете сами? То, что вы хотите, берете ли вы ответственность за свои желания? Берете ли вы ответственность за свое недовольство? Как раз. Это очень большой вопрос. Очень большой вопрос, потому что недовольство нужно уметь адекватно, на мой взгляд, обращаться. Вот. Обращаетесь ли вы адекватно со своим недовольствием? Ну, это вот вопрос. А мой взгляд, нет. Потому что быть чем-то недовольным – это нормально, это в принципе развитие, это какая-то эволюция, изменения. Ну, я имею ввиду изменения, ну, у человека изменения, да? Вот. То есть, сами по себе недовольствуют нормально. Вопрос в том, как с ним обращаться. То есть, вы такое ощущение, что ответственность за свое недовольство прикладываете на своего мужа. Почему так происходит? От неуверенности в себе так происходит. От страхов так происходит. От, может быть, попытки самоутвердиться так происходит. Вот. И так далее. Действительно, здесь нужен анализ ваших отношений, чтобы понять, что между вами общего, что вас объединяет. Вот. Какие чувства к чувству? Какие чувства к мужу у вас? Именно у вас какие чувства? То есть, Какие они имеют вектора? Чего вам хочется по отношению к мужу сейчас? Это очень такой, такой важный момент, на мой взгляд. Потому что на этом, собственно, выстраиваются отношения. Вот. Ну и в целом, в целом, знаете, это покажется немного странным, но человек, который вот требует от другого, да? Ну, реализовать его потребность, то есть, там, как-то взять ответственность на себя за его желания. Он, в глубине души, такой человек, как правило, ну, не очень хочет, чтобы его желания были удовлетворены и не очень хочет быть счастливым, потому что другой, видимо, нестабильно реализует то, что мы хотим. Самый лучший способ реализовать то, что мы хотим, это сделать самим что-то для этого. Вот. То есть, например, если нам хочется любви, да? Допустим, или нежности, или заботы. Заботы, вот, то, вот, сам феномен заботы, образ заботы, образ любви, появляется у нас. Мы же, нам, нам этого хочется. Но мы себя обесцениваем. А в смысле того, что мы говорим, не, я не буду ничего проявлять, вот пусть он проявит другой. Другой человек может проявить, а может нет. И если человек не проявляет, такой бывает часто, даже близкий, то мы страдаем. И мы позволяем себе сделать что-то в этой ситуации, что мы бы не сделали никогда, если бы не было этой ситуации. А целью получается, что есть вторичная выгода от того, что, вот, возникают ссоры и так далее. Значит, скажем так, снижение активности в интимной сфере связано с тем, как правило, что кто-то из партнеров ведет себя, ну, больше как родители. Вот. То есть, не как мужчинам и женщинам. Здесь. Вот как-то, как-то так. У вас с мужем что общего на данный момент? Что вас объединяет? Что вас связывает, ну, друг с другом? Вот, попробуйте тоже на этот вопрос ответить. Потому что нет ощущения, что, например, вам лучше интересен, как лично, чем он живет. Вот. Вы можете сказать, ну, так, а я ему интересен. Это уже деталь. Это уже совсем другое. Вот. Сначала нужно поисследовать вот этот момент. Интересен ли он мне, а не история про то, что интересно ли я ему. Вот. На этом все. Я надеюсь, что Баму к вам буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Всего самого доброго. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.